добрый день дорогие друзья сегодня мы снимаем очередной выпуск нашего подкаста не увей у нас гостях замечательно пара выпускников расскажу про это миром ура спасибо что пришли лаура закончил университет дважды 20 18 году ссс сейчас это ссс ссс до по меди если не ошибаюсь литература и gspp по специальности паблик полиси миром учился в университете практически 4 года помню ты учился ты все пять учился мы сейчас про это тоже расскажем да ну короче на эту прекрасную пару у нас есть два диплома да сейчас вы занимаетесь образовать образование в работе образования у них есть образовательный центр и что интересно вот из всех вот этих кучи центров которые готовят кайлс и ко всему возможному ко всем возможным историям этот проект он становится технологичным и сегодня об этом тоже поговорим он как бы поисценируется как стартап и поэтому давайте начнем с этого что такое smart smart test prep в чей футбол в чей косточке ты пришел и чем он отличается от обычного образовательного центра ну в целом smart test prep чем отличается от обычного образовательного центра во-первых это не языковая школа да вот не языковая единственный язык который мы преподаем это английский все больше нет у нас других языков то есть факт того что я знаю языки никак не связан с нашей школой название smart test prep да это такая игра слов smart test prep самая умная подготовка и smart test prep и умная подготовка к тестам соответственно мы готовим преимущественно к международным экзаменам то есть к стандартизированным тестам к сайте там то файл с джемат и так далее то есть экзамены которые нужны для поступления за рубеж мы готовим к этому это один наш большой блок до или вну либо же мы оказываем услуги сопровождения то есть мы подбираем вузы помогаем выбрать профессию то есть профориентационные у нас есть также блоки то есть все 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 что нужно для поступления в назарбаев университет либо за границу вот вкратце была шутка такая что типа научник не научник если он во время своей учебы университете не репетиторство либо не открыл свой образовательный центр я тоже так делаю поэтому оригинальный вопрос как вы пришли к тому что вот хотите этим заниматься ну я лично пришла постепенно потому что я во время университета много преподавала как бы как репетиторы в образовательном центре и при университете то есть свое время я и работала ресерч ассистент у профессора и в райтинг центре и как райтинг фэллоу то есть я получила опыт именно в преподавании в разных сферах и поняла что мне это как бы очень сильно нравится вот мира у меня с фаунда примерно уже сразу началось тоже чисто после ктл потому что олимпиадчик там младшему объясняли все дела и после этого тоже просто задумался ну стандартная тема да все нужники преподают репетиторством занимаются тоже начал примерно с фаунда были моменты когда я там работал в трех центрах параллельно на правом берегу все еще в разных регионах вот это районах приходилось вот так бывало в 6 утра вставал уезжал свои уроки пропускал вот примерно так да ну наверное преподавание это не только там способ заработать деньги потому что заработать деньги может других местах а что вот миром мотивировало вставать там ехать на правый берег и преподавать тоже тогда вот недавно тоже дискуссировали сами вдвоем насчет этого почему типа нравится потому что вот даже сейчас у нас там один учитель приболел 2 тоже приболел и пришлось мне заменить обратно там вот наш учитель по математике я там после первых первых двух уроков выхожу и у меня прям прилив энергии что-то что-то такое есть я такой задумался думаю типа почему нравится реально ну я пришел к выводу тому что мне нравится потому что ты когда даешь какой-то там способ решения вот я же технически томат я матешу преподаю там химию преподавал и когда ты даешь какой-то метод решения который ребенок не знает там и он это узнает и он от этого в шоке что можно так сделать и он такой понимает этот путь и мне нравится когда вот они им доходит это и они такие типа новый мир для них какой-то открывается не такие о круто оказывается можно было так и потом достигать каких-то результатов и вот это меня мотивирует что я какой-то вот делаю чейндж в ребенке что он понимает и он берет какие-то знания которые он может дальше использовать не только там подготовился и забыл а то что что-то менять именно в майнсете что ли вот это нравится и за это преподаю наверное аура расскажи пожалуйста для тебя наверное когда одно дело как бы самому преподавать там работать там у нас на самого себя другое дело организовывать преподавание процесс да расскажи что для тебя было наибольшим открытием там может быть шоком когда-то вот начал заниматься этим профессионально уже на full time да классный вопрос то что ты уже наверное часть ответа озвучил ранее что шутки про нужников шутки про зарубежных до выпускников что каждый себя пробовал в преподавании каждый пробовал что-то открывать но мало таких кейсов было реально успешных то есть это как-то было мимолетно несерьезно когда ты приходишь в это дело действительно намеренно на долгосрок и ты хочешь из этого сделать что-то больше чем просто до такой маленький образовательный центр то тогда уже все меняется потому что я вот первое что такое шоковое для себя обнаружила это то что качество образовательных центров и в казахстане в принципе в россии лучше конечно но в казахстане это прям ужасно ужасно от слова совсем ужасно потому что каждый второй себя позиционирует преподавателем сдал айлс на 5 5 я уже подготавливаю кайлд я приведу английский я там не знаю сдал с идти в первый раз чуть чуть более менее набрал все я учитель математики то есть качество реально очень плохое плюс ноль структуры то есть мы сейчас до сих пор работаем над структурой нашей методологии до наших программ определенных курсов таким образом вот как работают например каплан education да допустим или princeton review то есть организации которые годами до десятилетиями к этому шли и у них есть структура которая реально помогает ребятам в америке ну забусти для своей там скорой поступить куда-то то есть мы идем к этому это вот первое да второе это отсутствие вообще какой-то управленческой и орг структуры то есть есть центры где например обучается я не знаю тысячу человек в месяц и они не ведут никакой учет данных анализ этих данных у них нет аналитики они записывают всех учеников журнале они записывают долги в журнале понимаешь журнале вот как у нас было в детстве до в школе и эта тема она как бы не масштабируема раз во-вторых ты не можешь никак мониторить непосещаемость не успеваем то есть не ты ничего не можешь мониторить но тем не менее они работают они еще и зарабатывают и соответственно Если мы можем сделать продукт, который реально будет автоматизирован, да, по большей степени, и который будет еще и методологичный по качеству, классный, то это можно будет продавать, открывать не только в Казахстане, но и в любой другой стране. Наверное, когда ты начала сама работать, ты поняла, почему люди записывают журнал, почему они на пофиг относятся к методологии, да? И как вот перейти к этого, знаешь, примитивного метода преподавания, когда ты ради, там, открыл курсы, там, чтобы быстренько деньги поднять, к тому, чтобы строить что-то на долгий срок. Ну, я думаю, наверное, это выстроить четкую цель, то есть что ты хочешь, чего ты хочешь достичь, да? У нас эта цель, она измеряется в количестве, там, поступивших, в количестве, в суммах, грантов, стипендий и так далее. И, соответственно, нужно также мотивировать преподавателей, потому что вот эта вот методология, там, журнала, как попало преподавать, она идет от того, что набирают людей с низкими квалификациями, да, которые не замотивированы. Соответственно, то, что мы сейчас делаем, это мы пытаемся мотивировать наших сотрудников и показывать им, что быть преподавателем круто, что доп. образование — это круто, и это нужно, и это есть везде, в самых развитых странах. На магистратуре я ездила в Сингапур, да, по учебе. Когда я была там, я, ну, намеренно сама решила сходить посмотреть, как функционируют школы, да, в Сингапуре, как функционируют университеты. Университеты, понятно, но у них и школы на топовом уровне, несмотря на то, что школу уже готовят, да, там всех straight-A students, так скажем, все отличники, все умники, у них еще сфера доп. образования, она просто, ну, нереально процветает, потому что предлагают курсы, там, подготовки к экзаменам, личностного развития и так далее. И люди, взрослые, то есть родители, они закладывают на это бюджет заранее. То есть рождается ребенок, у него есть бюджет на частную школу, есть бюджет на доп. образование, на тьютеров, есть еще там какие-то кружки, да, да, чтобы ребенок действительно был разносторонне развитым. И вот если посмотреть на эти примеры и показать это нашим тьютерам, которые здесь, как бы, да, никто с ними не считается, никто, ну, как бы, не воспринимает их всерьез, то можно понять, что это же реально самая такая важная вещь, с помощью которой челкап качественный, он и взращивается. Ну, вот мы сейчас пытаемся прививать эти ценности нашим сотрудникам, которые с нами уже давно, что быть преподавателем – это круто, заниматься доп. образованием – это реально круто, и ты можешь прямое влияние оказывать на человека. И, соответственно, если у нас будет качество и будет автоматизация, то на этом можно еще очень хорошо зарабатывать. Вот скажи, пожалуйста, Мирам, вот, наверное, ты когда преподавал, было ли у тебя чувство такое, синдром самозванца, когда, допустим, в школе тебе преподает учитель с профильным образованием, какое бы качество ни было, там, он брал специальный курс по педагогике, по психологии, там, он имеет многолетний стаж, там, какую-то методологию оправнутую, там, государственную, как минимум, да? И вот ты что-то преподаешь, и ты видишь, что ученик, там, в школе не понял, какую тему, а ты хорошо объяснил, вот, как ты с этим чувством, есть ли у тебя такое чувство, что вот какой-то синдром самозванца? Как такого прям нету, мне почти не было даже. А почему ты считаешь, что ты, как бы, более правильный человек для обучения, чем, там, преподавать со стажем и образованием? Не знаю, у меня всегда вот эта тема была, то, что, типа, coaches don't play, говорят же, то, что... Хорошо, давай. Тренера, ну, не прям футболисты, да, там, если в футболе посмотреть, там есть такие кейсы. Ну, это просто как экзампл, но, не знаю, самое важное, мне кажется, здесь найти коннект с учеником. И, в принципе, если у тебя есть, допустим, может быть, даже ты не сдавал этот экзамен, но если ты классный учитель, реально, если доносишь информацию хорошо, ну, к этой цели с учеником вместе идешь, прям думаешь о нем, то, мне кажется, типа, it's fine, типа, it's okay. Ну, вот даже на первом курсе, я помню, когда учился, были фаундеры, которые в конце фаунда же задают экзамены, чтобы поступить, ну, как бы пройти, да, дальше. И я просто первый курсник, когда ходил, там, в, ну, маркете или еще, я не помню, где именно, ну, там писали, типа, ищу тютера по химии. И я преподавал, ну, как бы, на год младше меня, но я преподавал, ну, я же не этот... Просто я через это прошел, плюс у меня есть какие-то скиллы объяснять просто. Легко, просто, чтобы человек понял. И все, и вот так. Потом на втором курсе хочешь, и первые курсники эти ходят, такие здоровые, типа. Ага. Хотя на год младше, ну, вот так. А вот ты, Лаура, сама учишь, ну, знаешь, несколько языков, знаешь, учишься. Расскажи, пожалуйста, как у тебя проходит процесс обучения самой себя? И как ты это применяешь потом уже в организации работы, там, своего центра? Ну, блин, это очень разные вещи, мне кажется, потому что люди по-разному учатся, и то, как я себя обучаю, то, как я обучаю других, это совсем, мне кажется, разные вещи. И плюс вот к тому, что Мирам говорил, хочу добавить. В целом, в сфере доп. образования нужно просто взять какой-то курс, ну, то есть специализироваться на чем-то. Если мы специализируемся на международных экзаменах, то человеку не обязательно иметь профильное педагогическое образование математика, потому что эти тесты, они не покрывают весь курс математики, там, или химии, или чего-то. То есть мы, например, для наших учителей проводим курсы повышения квалификации, или отправляем их, но это курсы для, там, TOEFL, IELTS тренеров, или, там, курсы от тех же самых Princeton Review, да, по SAT преподаванию. Но, опять же, они дают больше, вот как Мирам сказал, такую психологическую часть, потому что по сути знаний там не прям так много нужно. Ну, то есть, конечно, нужна база, но если ты уже имеешь определенную базу в предмете, которую ты долго вел, то ты, как бы, you will succeed, так скажем. А касательно преподавания другим и себе, ну, я вообще очень, мне кажется, в классруме, я не прям хороший такой learner, как правильно сказать. Например, на лекциях в университете и в школе мне всегда было тяжело сидеть в аудитории, где много людей. Например, история, да, у нас преподавалась история Казахстана на английском, это было очень прикольно, и в аудитории сидело 50 человек. 180 инженерия. Ну, может быть, у вас вообще 180, но у меня было 50, по-моему, и из тех, кто ходил, было, ну, 100% человек 35. Мы сидели, и мне вот прям на слух очень... Может быть, профессора мне такие попадались именно вот по тем предметам, где были большие группы, но я не воспринимала эту информацию. И для меня лучше всего работает self-study. То есть я сижу, смотрю что-то, читаю, лучше всего читать. То есть из-за того, что, наверное, в детстве я много читала, я легче всего информацию через текст воспринимаю. Например, Мирам через YouTube. Я вообще не смотрю YouTube, у меня нет ни фейворит в YouTube, я не знаю каналы, потому что, когда он смотрит, например, как починить, там, не знаю, ручку дверей. Да, он смотрит индусов, а я гуглю и читаю текст. Читаю текстовую инструкцию, ну, в смысле, кого-нибудь. Это вообще да. И то есть для меня это намного удобнее и лучше на меня заходит. Плюс практика самостоятельная. То есть я, например, когда учила английский, я искала себе, там, не знаю, там, PenPel'ов всяких, там, Speaking Buddies онлайн, я с ними общалась, и сама, то есть слух это все проговаривала. Для нынешних детей это кажется кринж. Для них мы готовим такие вот уроки, которые по 15-20 минут, они быстро объясняют концепт, и далее уже какая-то практика, и обязательно involvement со стороны учителя. Ну, то есть вот из того, как я обучаюсь, я взяла то, что обязательно интерактив должен быть с преподавателем. Потому что если огромная аудитория, и там учитель такой стоит, читает, то человек не воспринимает, скорее всего. То есть вот интерактив – это то, что мы вводим, и то, что я от себя стараюсь дать. Ну и кто может – self-study, потому что self-study реально бустит любое обучение. Если ты только надеешься на курс, или там на учителя, на универ, и сам ничего не делаешь, то как бы, ну, ты будешь знать там на 30% то, что ты изучаешь. Давайте перейдем теперь к тому, как вы из образовательного центра хорошего качества переходите, позиционируете себя как стартап, ездите на какие-то конференции, выступаете, печете. Как это, вот, миром, расскажи, как вот, где случился этот переход? Так, вообще, где-то на курсе четвертом, наверное, я вот заинтересовался чуть-чуть стартапами. Может, даже я лаурею книг говорил. Ну, что-то пробовал, короче, старался какой-то стартап запустить. У нас вот ABC был, а я помню, вот Ахжол, сейчас с нами партнер, наш друг, мы троем, получается, как бы основатели стартапа, я его помню, что он запускал уже проекты, он прошел успешно ABC. Я помню этот момент, даже лаурею говорил, я прошел в школу Альям тогда еще, ходил программировать там, и параллельно я видел у Ахжола в сторе, что ли, увидел, или где-то, что он тоже ходит там где-то, рядом с Хилтон, с Хилтон-отелем, там был этот кооркинг. Сидспейс, да. Сидспейс, да, и они там сидели. То есть его команда, у них проект был Infinite Belém, они занимались обучением, типа, на казахском языке для сельских ребят, хороший контент они давали. То есть вот такой. Я тогда к нему в 12 ночи после вот этого Алема пошел к нему, к ним вот в этот Сидспейс, и вот как бы за счет стартапов у него начал спрашивать там, как, что, как вообще проходит, что надо делать, как ABC пройти, потому что он прошел весь уровень вот этот, инкубация, акселерация, получили деньги там, инвестиции. И вот тогда я пошел вот, и как бы он меня хорошо встретил там, с другом, все рассказал, мы где-то до трех ночи, наверное, я там у них был. И для меня вот это прям казалось, что стартап это, пипец, круто там. Они сидят в coworking, где что-то там у них там айпады, они там что-то делают, контент, creation, что-то делают, круто все. Мы уже вот с лауры начали, мы уже как бы с универа, когда ушли, открыли уже первый офис, работаем, более-менее все успешно идет, хорошо. И как-то опять мы с Ахжолом пересеклись и что-то общаемся, и он видит, что у нас все успешно хорошо идет. Ахжол говорит, блин, круто, молодцы. И как бы за общение, вот просто когда сидим, я просто рассказываю, какие результаты, что происходит, и так далее. Ахжол говорит, блин, вообще тема. А почему бы не сделать еще лучше? Ну, то есть почему бы не попробовать замасштабировать это так, чтобы прям вот worldwide сделать что-то. И вот тогда у нас что-то вышло, я говорю, давай попробуем, почему нет. И вот так, вот так, вот так, потом Ахжол пришел к нам в офис, мы с ним сидели, общались, там чай пили до 12, он тоже с КТЛ, и вот это вот все заложилось, а он уже определенный путь уже прошел по стартапу. То есть как стартап начать, куда там подавать. У нас, например, с лаурой вообще такого не было в принципе. Потому что я там, ABC, у меня все провалилось, мои идеи были слишком социальные, которые там деньги невозможно заработать, там, и все. А Ахжол уже этот путь прошел, и мне кажется, у нас команда очень хорошо укомплектовалась вот так, что он со своей стороны вот этой, с опытом, мы вот этот путь как бы хорошо быстро прошли. То есть мы вот начали в январе-феврале только эту тему. у нас идея была автоматизации какой-то, улучшения и масштабирования, да. А именно пути, как бы, как начать это делать, у нас не было в голове мыслей. А когда Ахжол сказал, есть такие-то вещи, и мы такие, а у нас идея вот эта есть, и все вот как бы хорошо. И все поженилось, да, удобно. А скажу, Ура, куда вы тогда идете, что это за технологический стартап, если это просто как бы для кого-то это просто центр готовит там к экзаменам? Ну, вообще мы идем к чему? Мы сейчас создаем платформу, точнее она уже у нас готова, мы вот запускаем буквально через 2 недели. Мы хотим автоматизировать на 70% подготовку вот в лучшие университеты мира. Условно это, пока что мы берем университеты там топ-100, топ-200, но в целом по этому принципу можно в любой западный университет готовиться. Ну, то есть где нужны вот эти стандартивные тесты и так далее. То есть мы создаем сейчас алгоритм, который будет оценивать студенч... Шанты студен... Шанты? Что со мной? Шансы студента на поступление. То есть он будет заполнять анкету, эти данные, получается, мы у себя храним, и далее на этих данных платформа, как Netflix, условно, только не фильмы будет предлагать, а программы подготовки. То есть, допустим, Нурсиид заполнил, пишет, что у него там английский pre-intermediate, хочу поступить в Гарвард, сейчас в восьмом классе, там какие-то данные, да? У тебя есть еще 3-4 года, да? Может, ты 12 классов учишься. Платформа тебе предлагает наш курс, там по английскому языку, допустим. Он уже готовый, сделанный на LMS-платформе, то есть там интерактивно можно заниматься, можно без учителя. То есть вот в этом суть. То есть 70% будет проходить без консультанта, без тьютера. Далее ты прошел, платформа тебе в личном кабинете ставит тик. Все, уровень у тебя уже, допустим, upper, ты можешь сдавать IELTS. Далее проходишь IELTS. Потом она тебе предлагает, вот смотри, ты уже сдал, может быть, не Гарвард, может быть, вот эти вузы в Испании. Они тебе подходят, ты туда можешь поступить, там есть какая-то стипендия. И то есть... Ты не пройдешь Гарвард, неудачник. Ну, может быть, и так. Ну да, она будет выдавать твои шансы, и по ходу того, как ты будешь какие-то модули закрывать в личном кабинете, твои шансы будут расти, ну, либо падать, да, если ты не сделал, например. И это все будет работать на данных. То есть сейчас у нас работает простой алгоритм, то есть мы собираем эти данные для того, чтобы в дальнейшем платформа, она сама вот это все делала и предлагала. То есть уже есть вот эти все функции, о которых я сейчас говорю, но они не полностью автоматизированы. Как только у нас наберется достаточное количество данных учеников, она уже это будет делать сама. То есть это тест преп полностью, это подбор вот вузов, да, составление там колледж-лист, стипендии, подборка там и так далее. То есть студенту не нужно будет находить. Почему мы решили вот к этому прийти? Потому что обучение автоматизировать на самом деле не так уж и сложно. Если ты знаешь хорошо методологию, если ты знаешь, как правильно давать эту информацию геймифицированно, чтобы человек, который сидел, понимал, что его там эта платформа поддерживает условно, да, подбадривает, что я не просто прохожу этот курс. И вторую часть вот касательно стипендий и программами на составление списка вузов мы решили сделать, потому что, ну, ребята, многие, допустим, есть не упусти, да, есть куча таких сайтов, где просто возможности в открытом доступе. Но человек заходит и не знает, что делать. Вот элементарно, есть даже люди у нас, ребята, у которых там IELTS 7.5, предостаточно уровень английского, но они заходят на сайт вуза, и они не знают, что делать, как смотреть, что смотреть. А если бы был список программ, да, готовый с требованиями и так далее, и человек, у которого определенные требования уже есть, платформа могла бы их мячить. Смотри, у тебя вот это вот и есть, ты подходишь, ты можешь туда подать. И уже человек бы особо не парился. Ну и плюс там у нас есть фильтр, очень детальный, да, как искать вуз. Не просто, то есть там, что нужно IELTS сдать или что-то, там сколько поступают, какие стипендии, человек уже будет узнавать и, соответственно, там получать эту информацию для себя, не делая особый такой длительный ресерч. Вот в перспективе, куда это может вас привести, вот, допустим, your ultimate goal, каким вы видите свой проект? Ну вообще мы этот проект видим как платформу, которую будут использовать школы повсеместно в разных странах. Ну то есть школы, наверное, не все, но частные школы, либо школы, которые заточены на выпуск ребят, да, которые там поступают в IVE и так далее. Потому что эту платформу можно использовать как большой классрум для этих студентов. То есть у них, допустим, они пришли там уже в K11, в 11 класс, там из 12. Последние два года они могут на этой платформе полностью готовиться, выбирать себе вузы, там специальность, тест-пред различный проходить и все. То есть это прямо очень масштабируемая вещь. Плюс Ultimate, самый такой финальный гол, это, конечно, автоматизировать еще процесс оценки мотивационных писем. Ну то есть это более такое креативное, что очень сложно делать, поэтому говорю на 70% автоматизация пока что у нас планируется, которая реально осуществима. Остальные 30% вот эти мотивашки, рекомендационные письма, там к интервью подготовка, пока что никто не может это автоматизировать. Но вот мы едем в Сан-Диего в апреле, и там есть проект, который пытается автоматизировать проверку креативного письма. Вот мы хотим с ними пообщаться, посмотреть, как они это делают. Для этого тоже нужно, ну не знаю, сколько, 10-20 тысяч, наверное, данных различных, успешных, неуспешных, там, писем в Гарвард, и тогда, может быть, алгоритм обучится. Но это, конечно, была бы нашей такой финальной целью, это прям очень крутая вещь. Тогда услуги вот этих каунселлеров, да, там, writing, тьютеров, они стали бы намного дешевле, доступнее, и в целом люди бы научились, как сказать, писать легче, проще, потому что им в любой момент фидбэк мог бы давать компьютер. То есть ты имеешь в виду промотивационные письма? Да. Да. Мирам, расскажи, пожалуйста, вот в итоге, ты, как же, помог вам проделать первые пути по стартапу, да? А какие пути стартап проделывают сейчас? На каком этапе вы находитесь? На каком этапе? С момента, когда вы вышли на IPO, до момента, до IPO, и вот инкубация, где вы сейчас находитесь? И что вам предстоит в ближайшее время из того, что Лаура сказала? Вот мы, получается, прошли акселерационную программу от Cost Ventures. Это после инкубации, которая идет, да? Ну, как бы мы прям инкубацию не проходили, потому что у нас уже был как бы живой продукт, существующий, уже работающий в этой сфере, и из-за этого мы сразу на акселерацию прошли. То есть мы инкубацию пропустили целиком, вообще особо не проходили нигде. Ну, ABC проходили. Ну, это параллельно, да. Ну, параллельно, то есть. То есть, получается, да, Ахжол нам сказал, какие существуют, как бы, да, и мы начали подавать, то есть мы начали заполнять анкеты туда-сюда во все эти программы инкубации, акселерации и так далее. И потом, как бы, дата выхода, результатов, они были разные, и так получилось, что мы прошли и в аксель сразу, и в инкубацию. Это было очень странно. Ребенок и писать учиться, и ходить одновременно, да? Да, и было круто, классно, типа, окей. И мы уже акселерацию начали проходить. Получается, ну, как бы, на данный этап, да, мы сейчас прошли одну акселерацию от Класс Венчурс и Кастэк Венчурс, да, при, ну, совместной работе. Получили пресс-сид инвестиций в 50 тысяч долларов. Параллельно, чуть позже началась программа инкубации ABC. Мы там тоже проходили, потому что, как бы, раз прошли, да, и плюс там конкурс. Ну, мы думали, как бы, деньги лишними не будут, инвестиций лишними не будут, мы получим, там, и грантовые средства еще были. Соответственно, в ABC тоже нам сказали, зачем вам инкубация, если вы уже аксель проходите, уже вы получили эти 50 тысяч. Мы такие, окей, и хотя, возможно, мы бы даже и получили вот эту, как бы, у них финансовую помощь, но они сами сказали, вам как бы, ну, как бы, не надо, вы возьмите от Шелла первое место, как бы, ABC, нам дали грант. Просто грант, да. То есть мы там эти деньги просто используем, а долю там ничего не даем. Вот, получается, мы пресс-сид сделали, на данный момент мы, получается, вот, у нас уже платформа готовая и есть, на данный момент мы будем сейчас тестировать, у нас уже существуют сейчас школы частные, с которыми мы партнеримся и уже запартнерились. На них, на их учениках будем тестировать. Пройдет, не пройдет. Ну, как бы, да, смотреть, насколько, да, UI, UX, вот это, friendly и так далее. Все вот данные, посмотрим вообще, как хорошо работает и так далее, и потом дальше уже, как бы, масштабировать, и следующий раунд уже хотим поднимать. Плюс вот недавно, только результат, пару дней назад, да, результаты вышли того, что мы прошли в топ-200 AdTech стартапов в Сан-Диего, который будет проходить HUB, то есть Pitch, да? Pitch HUB, там призовый фонд миллион долларов. миллион долларов. Просто, и это оказалось так, что этот ивент является, ну, самым масштабным ивентом для AdTech стартапов во всем мире. А мы даже не знали. Да. Ну, это же пандемия, ЧП было, я вообще без настроения это камера, говорю, о, мы прошли, ну ладно, хорошо, а там участие само стоит где-то 6-7 тысяч долларов, просто вот в этой штуке. Думаю, ладно, дорого, лететь еще туда, визу делать, короче, ну, нафиг надо. А потом, ну, короче, как получится, так и будет. А потом нам с Нуриса как раз написал Анна Рбека, говорит, вот есть крутой инвестор, который именно в AdTech стартапы инвестирует, он вообще русский, но сейчас базируется в США и готов продвигать проекты там с СНГ именно на рынок США или развитых стран. У него есть, короче, венчурный фонд, и он вообще в этой теме и по части продукта шарит, и по части продвижения. Мы такие, вау, круто. Короче, с ним пообщались, и он такой, я лечу в Сан-Диего, там самый крутой будет ивент. Я такая, подождите, подождите. Я просто гуглю, и там смотрю, что такое Global Silicon Valley Ventures, вот это вот GSV, я даже не знала, что такое GSV. Смотрю, что это, короче, самый крупный венчурный фонд, который инвестирует в AdTech по миру. И они, у них портфольные компании, в кого они инвестировали, это Coursera, Masterclass, класс Dojo, то есть, Турнитин, да, наш универский. Я такая думаю, капец, я тупая, а я думаю, фу, что за фигня, короче, если поеду, то поеду, если нет, то нет. Потом мы что-то так зарядились, поняли, что реально нас отобрали из такого большого пула, как бы, компаний, и мы можем, ну, хотя бы даже с ней выиграем, просто пообщаться, на конференции. И вот, и теперь готовимся туда ехать. Ну, тоже так как-то прикольно получилось. Для развития стартапа очень много возможностей, там будет очень много инвесторов. Мы думаем даже, ну, у нас уже в плане есть, как бы, дальше пойти именно на рынок, вот, Америки, там попробовать наш стартап продвигать, программу, вот эти акселерации, самая большая, там, Y Combinator, вот здесь. Вот мы целимся туда, чтобы путь вот этот наш, там, с Hit Round, потом A Round и так далее, дальше, чтобы он, как бы, более быстрее, что ли, прошел. Потому что, ну, тяжеловато здесь продвигать стартап. Там путь как бы быстрее. Тяжело получить инвестиции, как бы, ну, более 500 тысяч долларов. Ну, Ну, маркета же нет, маркет маленький, да, у нас же там. Маркет очень маленький, да, и в целом венчурный капитал у нас как-то, ну, не сильно развит, что-ли, мало таких. Он только начинает развиваться, да. А скажи, пожалуйста, Лаура, смотри, чем мы тут сидим в Казахстане, там, у нас там поступает за рубеж, народу мало, там, чем мы можем в Америке удивить людей, которые там, этим только и занимаются, человек в Америке лучше, в Америке поступает, там, я не знаю, чем мы можем быть лучше и знать больше, чем они? Ну, мы можем к тестам, как минимум, их готовить лучше. То есть, это 100%, то есть, это 100%, потому что, те вещи, которые объясняют, ну, я не говорю, что так, как бы, понятное, могу, штамм Капланов, боги, тест-препа, но они миллион лет существуют, и некоторые вещи, которые они дают, это реально вещи, я извиняюсь, даже не буду говорить, ладно, очень-очень такие элементарные вещи, супер долго разжевываются, по сути, человек платит там за пару слов в этой книжке, остальное все воздух. Ну, может быть, конечно, уровень, я не знаю, школьного образования, паблэк-скулс в Америке настолько ужасен, что им вот так надо объяснять, но в целом, то, что там вот написано в такой книжке, можно объяснить там за восьминедельный буткемп, вот на такой распечатке А4, если вот сравнивать. Соответственно, методологически мы можем намного лучше и быстрее их обучать, это 100%, то есть есть методы, которые реально, быстрые методы на этих тест-преп-курсах, учебниках, они вообще не показаны. Хотя, почему бы, да, и нет, это же такие вот вещи, которые ты должен знать, чтобы быстро решать. Это потому, что советская база? Возможно, потому что советская база, я не знаю. А передомник, да, про советскую базу? Нет, может быть, может быть. У нас талантливых детей очень много, реально очень много. Может быть и талантливые дети, но и то, как объясняется, то есть там реально объясняются очень такие базовые вещи, и сложными методами, хотя это же стандартизированные тесты, там ты должен решать за 10-15 секунд. Вот в этом плане, думаю, что мы конкуренцию можем им составить. В цене, соответственно, да, потому что наш продукт, он намного дешевле. Ну и я думаю, что мы как бы, возможно, прям Америку таргетировать не будем. Понятно, потому что у них эта система образования, которая в целом их должна готовить, хотя все равно не все готовы. Но мы хотели бы там инкорпорироваться, если была бы возможность. И оттуда уже, да, под как бы флагом американской компании, потому что это реально кредибилити твой повышает. Ну или хотя бы в Сингапуре инкорпорироваться. Доступ к капиталу, да, к людям 100%. Идти на рынки Индонезии, Вьетнама. Ну то есть это наши пока что приоритетные рынки, потому что там очень быстро растет средний класс, соответственно, у людей есть деньги, и они хотят и могут своих детей отправить учиться за границу. Там таких пока что технологичных платформ прям, то есть нет, да, решение, которое было бы по цене такое приемлемое, по качеству, классное, адаптированное, и они бы вот за это платили. То есть они прям готовы. Мы хотим идти туда в первую очередь. А зачем мирам государство должно давать деньги вашему стартапу, чтобы вы потом пошли и в Вьетнаме, и Индонезию будучи инкорпорированным в Америке, платя налоги там, это все развивать? Как ты думаешь? Ну мы не просим у государства денег. Во-первых. Ну вот эти инвестиции, старт, это что-то... Это же не государственные. Мы от сингапурского фонда получили инвестиции. Ну в целом, да, вообще... Зачем страна должна в тебя вкладываться? Если ты будешь делать продукты для других, просто нашего стартапа это дать ту возможность такому какому-то населению, у которого нету возможности... Но есть способности, да? Есть способности, нету возможности именно финансовые, да, как бы хорошее качественное образование, с которым ты можешь реально вот лестницу пройти, да, и стать кем-то нормально, да, в жизни. То есть, ну как бы для success story, ну как бы дать доступ вот этому, то есть вот этот вот шаг или вот эту лестницу мы предоставляем для тех... Допустим, почему мы масштабируемся, про... говорим, это же в целом идет к тому, что это будет low cost, то есть стоимость будет очень низкая и доступ дается как бы всему населению. То есть первоначальная цель, мы же будем это все делать в Казахстане, то есть мы... цель какая? мы хотим, чтобы любой даже вот реально сельский ученик имел доступ... Сейчас у всех есть доступ к интернету, то есть они могут иметь доступ к хорошему, качественному продукту, с которым они если сядут и сами будут заниматься, они могут уже более-менее даже вну спокойно поступить и там, и за рубеж, как бы... Вот у нас цель такая, то есть уже вот с вот этих стран, у кого есть демант к этому, с такой стоимостью сделать такой продукт, чтобы было доступным. Ну и то, что ты спросил про государство, по сути, любая стартап-тема это стать единорогом, да, то есть капитализацию твою повысить до миллиарда долларов. И эта тема... Разве денег заработать? А? Не денег заработать раньше? Ну, по факту нет, по факту многие стартапы, которые даже успешные, которые реально становятся юникорнами, единорогами, они не прям прибыльны. Пока, да? Или может вообще не прибыльны? То есть, да, возможно их потом... То есть, стоимость такая из-за технологии, из-за количества юзеров, и возможно их потом эти данные или юзеров будут использовать для каких-то других целей, да, то есть люди, которые выкупят эту компанию. И, как правило, эта история международная. То есть, стартап априори, он не должен прям напрямую деньги государству приносить, потому что это не малый и средний бизнес, и даже не крупный бизнес. Это тема, которая должна повышать узнаваемость нашего государства, что вот, с Казахстана есть стартап-единорог, которым пользуются все. Там, сто стран в мире пользуются, да, там, я не знаю, какой-то казахстанский курсеры, условно. Вот, то есть, это глобальная цель. Ну и плюс, я думаю, что дальше у нас будет возможность, если, конечно, мы дорастем до такого уровня, да, сделаем там успешный экзит, или не сделаем, может быть, мы будем бесконечно, да, расти, у нас будет возможность собственная, да, в кого-то инвестировать или как-то помогать, ну, элементарно, да, вот знаниями, чтобы другие ребята из Казахстана могли этот же путь пройти. Давайте поговорим немного, ну, на этой прекрасной ноте, перейдем к теме университета. Я думаю, зрители спросят себя, так, я, ну, сидит, пошутил про то, что миром не закончил, расскажи, как вот у тебя путь университетский проходил, как в итоге ты оказался так, что ты остался на пятый год, а потом ушел все-таки из университета. Я знаю, много кто уходит, есть кто-то скрывает, есть кто-то там стесняется об этом говорить, чувствует себя беспонтово, может быть, даже, знаешь? Нет, в принципе, я не прямо стеснялся даже, но многие просто так, я даже вот реально, вот ты же говоришь, что некоторые ходили в этот, фоткались, фоткались, да, и ходили туда-сюда, я в принципе не ходил никуда, то есть я знал, как бы, ну, не знаю, я не достойный, я же не буду получать диплом, я там не заканчиваю, зачем мне это все делать, вот, а в целом, как бы, идея у меня уже в голове была, уже с курса первого, то, что, окей, так получилось, я выбрал не ту специальность, в СССР на химии учился, в момент, вот, после первого курса, у нас было 48, после первого семестра у нас осталось 24, половина, половина ушла сразу, после первого семестра, да, но у меня внутри какая-то вот зациклилась, вот, я не смог, то есть я побоялся, можно сказать, поменять, в принципе, даже вот реально новым студентам или кто только на фаунде или кто там на первом курсе, может быть, есть такая боязнь, я думаю, реально не бойтесь, лучше поменяться, лучше попробовать что-то новое и уже потом сожалеть, что ты там ошибся и так далее, но, как бы, у меня путь выстроился более-менее нормально, как я и планировал, в принципе, то есть у меня была идея, ну, как бы, цель уже думал, либо я закончу, то есть, либо я уйду сейчас, как бы, сразу, да, заберу свои документы, пойду куда-то в другое место учиться, либо я тут остаюсь, более-менее, survival там, уровень я должен сохранять, чтобы меня не вышвырнули, да, с универа, и вот я выбрал вот этот путь, что я остаюсь тут, учусь, вот на минималку, которой я должен учиться, хотя бы степуху, чтобы я получал, хорошо, что там поменяли, да, кажется, да, люди помнят, да, люди помнят, вообще суперидея была, да, хорошо, что поменяли, да, уровень снизили, и степуха была, плюс параллельно надо было зарабатывать, чтобы как бы деньги какие-то, да, чтобы на свой, там, на ход ноги иметь, ну, вот, в принципе, почему я остался, это выбор реально, это комьюнити, я думал, окей, я там пойду куда-то учиться в гос, какой-то универ, я там на красный закончу, и что дальше, а тут я видел, я уже на фаунде видел, что возможностей в универе у нас очень много, людей, дайверсити у нас в универе нереальны, то есть, умных людей, умных людей, да, то есть, концентрация именно таких людей, крутых, классных, очень высокая, и мне прям не хотелось уходить из этого комьюнити, и реально даже вот именно диплом, ну, реально, вот тебе диплом нужен был, нет, тебе больше комьюнити вот дало, мне кажется, мои дипломы на балконе лежат, да, ну, вот, то есть, по сути, это реально галочка какая-то, но самая важная часть, это именно жизнь, прожить, прожить вот это, да, вот, и я очень благодарен, вот, университету реально, за такое комьюнити, много даже с кем я сейчас общаюсь, мои друзья и так далее, в основном это с универа, даже Ахжол, например, да, тоже с универа, мы вот на фаунде, вообще на фаунде мы и на Симбио, и EAP групп, мы вместе в одной группе были. В какой момент ты понял, что вот, у меня, для меня приоритетнее, там, для тебя приоритетнее работа, нежели, там, пытаться дожить и, там, получить свой диплом, там, GPA 2.0 минималка, я доживать вообще не хотел, то есть, я уже сразу себе, например, на первом, втором курсе, я уже, реально, там, знают же, там, вот, Мура, Махтандар, они могли, там, до ночи, там, ночью не спать, готовиться к миттерму, а я так не делаю, я же говорю, второй курс, где-то я уже понимал, то есть, ты уже понимал, да? Да. Расскажи, Ору, вот я знаю, ты в университете была большим, там, активистом, ты в нескольких клубах состояла, да, там, это были языковые клубы, там, и какие-то, там, спортивные, танцевальные клубы были, расскажи, пожалуйста, оглядываясь назад, какой экспириенс ты получила, который ты больше всего в каждой дневной жизни своей используешь, вот, именно от вне студенческой жизни, вне учебной жизни. Вне учебной жизни, для меня очень классный вопрос. Много на самом деле такого, но это вот организаторская способность, наверное, умение находить людей, нетворк, то есть, через студенческие клубы я познакомилась со многими людьми, которые там, условно, бывший директор ИБРД банка в Казахстане, там, с которым я очень хорошо дружу, да, это, как правило, тебе открывает много, ну, дверей, возможностей. Именно вот, наверное, в плане нетворка я благодарна студенческим, да, не учебным, да, таким мероприятиям и организации, то есть, лидерским способностям, потому что Spanish Club, я являюсь его фаундером, то есть, то меня он не функционировал. Соответственно, когда я открыла клуб, я была там одна, потом была Сандра, девочка из Мексики, нас было двое. То есть, мы с нуля вот реально это строили, возможно, это то, что получилось, как сказать, реплицировать, наверное, бизнес, да, то есть, так же строить с нуля, находить людей, это вот прям очень круто. Ну, и как сказал Мирам, опыт, наверное, общения с разными категориями людей, действительно, умными, разными, но умными, как сказать, развитыми, но очень разными, да, то есть, кто-то там очень умный, да, плюс еще и там, не знаю, религиозный, с этим человеком ты по-другому общаешься, кто-то там, не знаю, на лысо побрился, да, у него там, не знаю, какие-то там принципы жизни, типа по хардкору, да, я не знаю, мятежные, да, такие, и ты с этими людьми общаешься по-другому, кто-то там супер анимешник в своем мире живет, ну, то есть, реально же в универе таких людей очень много, да, люди разных, там, вероисповеданий, взглядов на жизнь, там, я не знаю, ориентации, раз, у нас в университете собраны, вот, в одной такой большой комнате, да, в атриуме, где все ходят, и ты смотришь, думаешь, блин, какие все разные, но все так классно уживаются, все вот дружат, и университет, наверное, мне еще раз показал, что нужно быть просто хорошим человеком, реально, самое главное качество в тебе — это человечность, как правильно сказать, compassion, да, вот, сопереживание, умение понимать другого человека, который не как ты, возможно, он вообще против всего того, за что ты, но, тем не менее, ты должен уметь находить с ним общий язык и как-то пытаться понимать его вот точку зрения. То же самое про профессоров, например, или про став, очень разные национальности, разные страны, разные взгляды, да, то есть после школы, например, после ниши, особенно, когда я пришла на первом курсе, и в клубах, и в учебе, я вот видела, что те вещи, которые нас обучали в школе, и эти ценности, которые нам прививали, они здесь вообще вот обнуляются, то есть они здесь вообще не важны, они не играют никакой роли, и это было вот прям очень круто, что каждый новый клуб, новый ивент, новый курс, это вот прям что-то, что меняет твои какие-то установки, которые у тебя были до этого. Спасибо вам большое, давайте напоследок краткий совет, наверное, может быть, я думаю, тем, кто нас смотрит, совет, именно вот в теме образования, раз вы работаете в образовании, да, как все-таки какие-то лайфхаки по продуктивности, по эффективности, как вы там себя мотивируете работать больше, там, лучше, каждый день, по очереди, вот давайте, кто-то, миром, расскажу, что у него. Блин, тут очень тяжело отдавать советы какие-то, потому что реально каждый человек разный, у тебя мотивация другая, у меня мотивация совсем другая, у Лауры, у нас, например, даже с Лаурой, у нас разные мотивации, главное, я думаю, понять именно свою мотивацию какую-то и делать то, что тебе нравится, вот это самое важное, там, не знаю, сколько там, тебе 20 лет, за 20 лет ты уже должен более-менее себя понять, какие три, что тебя триггерит, да, а что нет, и все, и главное, реально, стать, быть хорошим человеком, самое важное, и идти уже по своему пути, который вот положено, просто делать. Да, я тоже вот соглашусь, наверное, с последним пунктом, ну и со всеми пунктами мира, но с последним особенно, идти по своему пути, реально, в обучении, в образовании, то есть каждый человек должен в первую очередь для себя какие-то цели определить, не просто учиться, потому что это круто, не поступать за границу или там Назарбаев университет, потому что это круто, да, и все поступают, или потому что родители ваши хотят. Надо определить для себя, что ты хочешь делать. У нас, например, есть ребята, которые сейчас обучаются, но они не собираются с нами поступать в вуз, они вообще не собираются поступать в вуз, они учат сейчас английский, для того, чтобы заниматься там программированием, они ходят в шаг, они после школы собираются идти работать, они сейчас нарабатывают портфолио, Ну, кто-то не в армии, кто-то в армии, да, то есть каждый выбирает свой путь, если он выбран осознанно, это круто, потому что университет не для всех, учиться реально тоже не для всех, то есть есть люди, которые, они прям, ну, любят, да, обучаться, им это нравится, есть те, которым достаточно, как сказать, получить набор каких-то определенных скиллов, и они будут работать, и они будут большую пользу, ну, то есть приносить и себе, и другим, процветая там, нежели вот фоловить какие-то стандарты, потому что, когда я, например, закончила, и вот реально осознала, решила, что все, смотри, это спреп, я буду этим заниматься, это будет моя фулл-тайм работа, многие этого, как сказать, не оценили, они такие, ой, вот, то есть, значит, в корпоративном секторе у тебя не получилось, значит, это так, а на самом деле никто не знает, может быть, мне не понравилось, может быть, это реально вот мне не подходило, это было не для меня, да, и когда ты слышишь такие комментарии, это тебя очень сильно демотивирует, но ты должен помнить, что ты сравниваешь себя только с собой, твой путь, он реально совсем другой, он отличается от путей, там, не знаю, других людей, и, наверное, второе, это делать, вот просто реально делать что-то, не сидеть, не думать долго, да, пытаться делать, потому что если ты не будешь делать, не будешь пытаться, ты даже не узнаешь, у тебя получится или нет, многие боятся там, то же самое с языком, да, когда обучаешься, там, я боюсь сказать, вот я знаю, но я боюсь, я вот потом скажу, сегодня не буду говорить на спикинг-клубе в следующий раз, или там на лекции боюсь спросить что-то, в следующий раз спрошу, и вот это вот откладывается, и это откладывание, оно во всех жизнях, мне кажется, у казахстанцев, оно отражается, мы боимся что-то сказать, откладываем, в целом все дела на последний момент откладываем, если чуть-чуть действия прибавить, да, и вот за благовременного планирования, то все реально будет круто, просто вот делать, не оставлять на последний момент, и если даже не получится, ну, it's ok, иди в другое место, не получилось в универе, ну, без универа можно прекрасно жить, не получилось на одной работе, найдется другая. Спасибо вам большое, я желаю вам успеха, вашему стартапу, ждем прекрасных новостей из Штатов. Надеюсь, что все будет. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok